Приветствую вас, я прочитал ваше сообщение и хотел бы поделиться с вами своими мыслями на этот счет. Как это видится мне, что вы, начиная свою жизнь, то есть вот, ну как бы рожая первого ребенка, значит 18 лет, вы тогда уже в принципе поступали не совсем так, как это было нужно. То есть 18 лет, вы сами еще ребенок, по сути, рожает ребенка другого и по сути в этот момент у вас не складываются отношения с мужчинами, в этот момент доверие к ним пропадает и плюс еще мама обращает вас, уезжает работать в другую страну и вы учитесь жить самостоятельно. То есть так получилось, что вам в жизни приходилось полагаться только на себя, при этом на мужчин полагаться вообще было нельзя никак. Так, да, как партнеры в сексе они вполне вас устраивали и наверное устраивают, а вот как мужчины, как возможные мужья, как партнеры для вас, они вас не устраивают. По причине того, что возможно вам просто, у вас к ним нет доверия. И чтобы, как это ни странно, это доверие возникло, вам нужно немножечко перераспределить свои желания. Когда вы знакомитесь в клубе и проводите время с мужчинами, какие цели вы преследуете? Ну, по всей видимости вы преследуете цели, как бы одну из двух возможных. Первая цель это просто секс, и вторая цель это желание быть любимой и чувствовать себя женщиной. И вот, в первом случае, если вам нужен просто секс, и у вас такой темперамент, то вряд ли можно с этим будете что-то сделать. То есть до тех пор, пока у вас такой темперамент, до тех пор, пока вы не можете удовлетвориться, например, одним партнером, или хотя бы попытаться это сделать, потому что, ну, никто не мешает видеться, знакомиться вам в том же клубе, но при этом, например, будучи трезвый, и при этом знакомиться, просто провести время, не вступать сразу в секс, а, скажем, более серьезные отношения попытаться развить. Но это, опять же, в первом случае, зависит от ваших желаний. Если вы пытаетесь чувствовать себя любимой и хотите ощутить себя женщиной, опять же, то в этом случае, надо сказать, что ваше желание, оно нормальное, оно естественное, но вот способ для его удовлетворения вы выбираете не совсем верный, потому что это мимоверство. Это, вот знаете, как наркотик. Наркотик позволяет повышать наслаждение, сильное наслаждение, может быть, здесь и сейчас. Но в долгосрочной перспективе он вызывает привыкание и, по сути дела, зависимость и опустошенность. И вот то, что нужно сделать вам, то, что нужно сделать вам, это понять, что в клубах пройдет ваша жизнь, и так вы ничего там и не найдете. В конце останется пустота. Если вы хотите быть женщиной, если вы хотите чувствовать себя женщиной, если вы хотите чувствовать, что вы любимой, отношения нужно строить по-другому, более серьезно, более обстоятельно. Для этого требуется для начала перестать сразу с кем-то вступать в интимные отношения и, собственно говоря, начать уже предматриваться к мужчинам и думать о том, какой же мужчина вам нужен для семьи. Для, не знаю, для спутника, для вашего спутника, да, то есть для того, чтобы быть в качестве вашего спутника жизни. А может быть, вы просто понимаете, что ваша семья сложилась так, что мужчина вам не нужен, не нужен. В принципе, он вам не нужен. Пощадите, и он не примет. Вам, скорее, с ним точно будет непривычно, непривычно жить, непривычно существовать, потому что вы привыкли жить без него, а свою потребность, удовлетворяясь у детей, вы обеспечиваете, и, вообще-то говоря, вас все устраивает. То есть сама по себе проблема, вот проблема, которую вы описываете, она мне немножечко непонятно. То есть, что вы хотите? Ну, вы делаете то, что вам близко, то, что вам нравится. А соединения со стороны у вас вроде бы нет. Как, по крайней мере, вы пишете? То есть вы удовлетворяете свои потребности, так что в этом плохого? Себе вы вроде бы не вредите, детям вы тоже вроде бы не вредите, а развлекаются, как они, так как могут, главное, за свой счет. Домой, слава богу, детей, эээ, домой, слава богу, мужчин своих вы не приводите. И это замечательно. То есть, вроде бы, вы ничего плохого не делаете. Дурного ничего не происходит. Если вам что-то не нравится, значит, это не соответствует вашим желаниям. А значит, что-то соответствует вашим желаниям. И вот что соответствует, нужно понять. Чтобы, в зависимости от того, чего вы хотите, корректировать свое поведение. Дальше. Я заметил, что в своем сообщении вы совершенно не говорите о отце, о вашем матке. Говорит, что ваша мама уехала работать в другую страну, оставив вас одних. Здесь, как бы, можно сказать, разорезонный вопрос. Какие у вас отношения с отцом и какие отношения с мамой. Вполне возможно, что ваша мама не привила вам определенные модели поведения, не привила вам соответствующего, правильного отношения к мужчинам, на что указывает то, что оба ваших партнеров, от которых у вас были дети, не оказались теми мужчинами, с которыми вы бы разделили свою жизнь. То есть здесь наблюдается негативный сценарий поведения, который, ну, меня разрушат. И который, как ни странно, навязали вам ваши родители. Вот в этом ключе тоже можно подниматься. Потому что, например, если у вас не было отца или отношения с ним были дурные, то, соответственно, и первичный образ мужчины у вас тоже дурной. А если мама не дала вам адекватной модели женского поведения и не привила вам образ идеальной женщины, к которому бы вы стремились, то отсюда соответственное непонимание того, как себя вести. Отсюда и все ваши беды. То есть отношения не вкладываются потому, что вы не знаете, как их вообще строить. Ну, например, вот вышли вы замуж за мужчину из-за беременности. Через год развелись он оказался запойным маскосболиком. Но когда вы выходили замуж за него, вы же уже, наверное, догадывались о том, что он много пьет. Это сложно скрыть. Тем не менее, вы с ним целый год жили. не очень на этот момент понятный. Так или, чтобы лучше вам ответить на вопрос, почему вы ведете себя так, так говоря, как так, то есть вы сами себя осуждаются, вы считаете, что непорядочно делать то, что вы делаете. А простите, почему непорядочно? кто это осуждает, кем это осуждается. Тоже очень интересный момент. Получается, что вы не принимаете себя такой, какая вы есть, вы не принимаете свои желания, вы сами себя отрицаете из-за этого, когда вы делаете то, что делаете, вы получается себя за это ненасидичны, не любите, и как тогда вы хотите, чтобы ваша личная жизнь наладилась, если вы сами к себе относитесь негативно. К сожалению, не получится так сделать. Нужно начали полюбить себя, принять себя такой, какая вы есть, и уже потом будут у вас те самые отношения, которых вы достоинны. Вполне возможно, что вам следует сменить, если вам не нравится то, что вы делаете, вам следует сменить свой досуг. Вот вы говорите, наступают выходные и хочется отдохнуть. Отдых может быть разным, и отдых далеко не всегда это алкоголь и клуб. Есть здоровый отдых, активный отдых, есть в конце концов творческое развитие, ходы, занятия, что-то еще, там же, где есть серьезные люди, которые также этим занимаются и так далее. Важно определить ваши интересы, ваши сильные стороны, ваши склонности и в этом направлении двигаться. То есть двигаться в том направлении, чтобы изменить свой образ жизни. То, что вы делаете, это называется самым пассивным отдыхом. И, вряд ли, этот отдых можно назвать здоровым, оздоровительным или достаточно сильно себе вредительным, например, тем, что вы употребляете алкоголь. Стану. То есть есть вот еще с другой стороны можно посмотреть. То есть получается, резюмируя все, что я сказал, получается, что есть несколько точек линии, несколько подходов к вашей проблеме. И в зависимости от того, какой подход вам ближе, его можно применять и дальше, до полного решения вашей проблемы. Но как бы как-то таковой проблемы, если не рассматривать ее в контексте парадигмы вашей жизни, мне не видится. У каждого человека есть свой выбор, как ему отдыхать и что делать. Вы взрослая женщина, и совершенно непонятно, почему вы считаете это непорядочно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. до 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 Продолжение следует...